Но по большому счету, по большому счету, если мы возвращаемся к истории изучения вопроса желчи, надо поговорить вот об этом удивительном, вот об этом удивительном человеке. Вот об этом удивительном человеке, видите, он представлен в такой достаточно миниатюрной скульптуре. Это отец западной медицины, Гиппократ. Вы все наверняка помните, вы все наверняка знаете о том, что Гиппократ около двух с половиной тысяч лет назад предложил четыре типа темперамента. Это сангвиник, это меланхолик, это флегматик, это холерий. И я обращаю ваше внимание, что старик Гиппократ из четырех типов характера, из четырех типов темперамента, два, назвал благодаря типам желчи. Значит, холерический тип, это избыток желчи, человек холерик. И флегматик, это человек в переводе с греческого флегма обозначает, не флегма, я прошу прощения, меланхолия. Это означает густая или черная желчь. Вот видите, из четырех типов темперамента, из четырех типов темперамента, два типа темперамента, зависят у нас от чего? Зависят у нас от состояния печени. Значит, и от состояния желчного пузыря. Значит, что у нас получается? У нас получается в том, что если у нас желчный пузырь находится в состоянии избыточного перенакопления желчи, то мы увидим проявление холеричного человека. А что такое холеричный человек? Это избыток желчи. Это человек очень резкий, это человек очень решительный, это человек, берущийся практически и доводящий любое дело до конца, это человек то, что мы называем перфекционистом в настоящее время. А если мы видим состояние слабой, атонической, атонического желчного пузыря, слабого накопления желчи, как у того же в данном случае. Вот вы видите, такая зелененький, зелененький, призелененький желчный пузырь, который говорит о том, что он находится в слабом состоянии. То мы говорим о том, что этот человек нерешительный, что этот человек не обладает очень высокой физической силой, что этот человек не доводит многие дела, за которые он берется до конца.